Дорогие друзья, с вами Игорь Илдашев. Мы продолжаем серию видеорепортажей завода Армалит, российского производителя судовой трубопроводной арматуры. И сегодня в продолжении о литейном производстве мы расскажем вам о процессах, которые применяются для формовки, для стержней. Вот за моей спиной вы можете видеть кантователь. Это специальное устройство, которое уже в финальной стадии кантует, можно сказать, ящики стержней. Но более подробно о процессе, о литье расскажет нам начальник литейного участка Волков Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич, вам слово. Рад приветствовать в литейном цехе предприятия Армалит. Здесь вы находитесь сейчас на формовочном участке, где производится формовка форм. Мы работаем на смесях холодного отверждения. Кислотное отверждение смесей происходит. Процесс очень качественный, потому что применяются безазотистые смолы, с низким содержанием азота, с низкой газотворной способностью, что обеспечивает получение качественных отливок без раковин и пор. Вот сзади нас вращается кантователь, на котором происходит кантовка форм и вытаскивание моделей. Кроме арматуры литейной, то есть мы также производим и различные отливки для нужд города. Вот в частности идет модель столба, которая будет украшать наш город. Сергей Николаевич, а в чем преимущество ХТС смесей? И я так понимаю, у вас немножко необычный, непривычный всем по альфа-сет процессу ХТС формировка? Ну, у нас смеси старые, фурановые, кислотное отверждение. Здесь альфа-сет тоже хороший процесс, но у нас применяется очень с низким азотом смеси. Расход связующих 0,3-0,8, это нам экономит деньги. Поэтому мы остановились именно на этих смолах, которые получаем с бывшего предприятия «Руалхимпласт». Они сейчас совместное предприятие с немецкой фирмой делают. Поэтому качественные смеси и качественные смолы применяются. А какие еще процессы сегодня у вас применяются для литейных технологий? Для литья у нас еще применяется оболочковое литье. Это старый процесс, когда делаются оболочки, формы из оболочек по нагреваемой оснастке. Мы сейчас чуть попозже это дело увидим в процессе работы машины оболочковой. Посмотрим. Это очень высокоточный способ литья. Позволяет делать минимальные припуска на обработку. То есть экономится машинное время на обработке и повышается точность отливок. Замечательно. Спасибо большое, уважаемые друзья. Предлагаю пройти дальше. Продолжение следует... Дорогие друзья, сейчас мы находимся в плавильном участке завода «Арморит» в литейном цехе. Собственно говоря, за моей спиной сейчас разогревается ковш. В последующем на него будет налит расплавленный металл. И он уже поступит на опоке. Вот сейчас справа от нас начинается уже движение. То есть будет разливка металла. Но более подробно о процессе расскажет нам начальник литейного цеха Волков Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, вам слово. Мы находимся на плавильном участке завода «Арморит» литейного цеха. За мной вы видите линию формовочную, на которой в контейнера будет заливаться жидкий металл. На этом плавильном участке установлены у нас плавильные печи разной емкости. Есть стальная печка на 400 килограмм и ряд печей по емкостью 1 тонна. В этих печах мы производим разные сплавы и производим нагрев металла, рафинирование металла в печах производится. За моей спиной сейчас происходит разливка уже готового металла. Но мы с вами уже прошли по литейному цеху. Можно сказать, это квинтэссенция. Это продукт того, что происходит здесь в литейном цехе. Сергей Николаевич, пожалуйста, расскажите, какие марки стали вы все-таки здесь еще отливаете? А какими способами вы уже рассказали? Ну, можем поподробнее о вашем литейном цехе в развернутом виде. Хорошо. В нашем литейном производстве применяется ряд марок сталей. Это простые углеродистые стали, сталь 25. И также нержавеющие мы выплавляем стали, которые обладают повышенной коррозионной стойкостью, легированные титаном, проверяются на межкристаллитную коррозию в лаборатории. Кроме стали, цех занимается основной профиль – это литье запорной арматуры. Ну, арматура должна выдерживать работу в соленой морской воде. Поэтому применяются специальные виды марки сплавов. Это сплавы на медной ослове, сплавы на основе оловянистых бронз с содержанием олова и сплавы с содержанием алюминия. Это безоловянистые бронзы, железистые. Вот два вида бронз, которые мы производим. Из этих наших отливок в дальнейшем производится запорная арматура, которая устанавливается на различные суда разного назначения. Также мы производим арматуру для гражданского применения, которая устанавливается в различных областях народного хозяйства. Арматура имеет приводы, которые позволяют механизировать процесс закрытия и открытия задвижек. Это вот вторая часть – это литье корпусов, приводов для этой запорной арматуры. Наш цех также самопроизводит эти отливки. Параллельно мы производим литье для нужд города Санкт-Петербурга. И там художественное литье, которое применяется для осветительной арматуры города. Устанавливаются столбы различные, осветительные, то есть основания столбов, участвуют в реконструкции города. Вот такие вот, например, делаются отливки. Сергей Николаевич, а если говорить о тоннаже, сколько тонн литья Вы выпускаете в месяц, можно сказать, или в какую-то смену? Какая сегодня мера у Вас? Ну, у нас тоннаж где-то мы выпускаем от 50-80 тонн в месяц. Вот такой тоннаж на данный момент. Цех позволяет больше выпускать в зависимости от загрузки. Вот сейчас примерно такой тоннаж у нас в месяц идет. Различных видов литья. У нас очень широкая номенклатура литья. Отливки единичные. В большом количестве идут. Ну, немножко распаяем наш такой консервативный профессионализм. И скажем, вот мы находимся, дорогие друзья, на четвертом этаже. Представляете, вот это вот все литейное производство находится на четвертом этаже. Как так исторически сложилось? Ну, я понимаю, что грядет реконструкция и литейное производство перейдет на более просторные масштабы. Но историю не изменить и не переписать. Как так произошло? Ну, исторически сложилось, что не хватало на заводе площадей в свое время. Этот цех строился в 83-м году. Тогда площади были в дефиците. И пришлось построить такой цех, который действительно является, может, единственным в Северо-Западе или, может, в Европе даже, где на четвертом этаже производится формовка и разливка металла. Это не мешает вам производить качественное, надежное литье для себя? Нет, конечно, это да. Это не влияет на качество процесса совершенно. Замечательно. Дорогие друзья, ну, вашим глазам представил сегодня репортаж о литейном производстве завода «Армолит». Знаете, на заводе «Армолит» сегодня работают профессионалы. Собственно говоря, вот общаясь с Сергеем Николаевичем, понимая, что такие люди могут передавать опыт и расти себе молодую смену. Здесь сегодня работает очень много молодых ребят. И можно сказать, что завод растет, осваивает новые векторы производства, в том числе и нефтегазовую арматуру. У меня один из последних вопросов. По нефтегазовой арматуре сегодня производятся какие-то отливки у вас? Ну, я не скажу. Мы начинаем опытные сейчас работы по арматуре. То есть, сейчас планируется арматура, которая будет работать с паровой средой, то есть, отливки стальные, требующие специальной зачистки и паровая арматура. Вот. Под высоким давлением, 150 атмосфер. Так что, вот. Я так понимаю, речь идет о жаропрочных сталях? Нет, это в основном простые стали. 20-30? Ну, у нас направление свое, как бы, судостроительное. Поэтому, в основном, мы специализируемся на бронзовых сплавах. Ну, я понимаю, понятно. Ну, да, кстати, ребята, ходят слухи, что у нас в России очень много литейных производств. Не литейных производств, а производств для судовой арматуры. На самом деле, вот по нашей оценке, экспертной оценке, сегодня в России три предприятия, которые могут действительно производить качественную, надежную арматуру. Ну, все их знают. И один из них – это завод «Армолит», который мы представляем вам в своих видеорепортажах. С вами Игорь Илдашев. И напоминаем, что мы ведем прямой видеорепортаж с литейного цеха завода «Армолит». На наши вопросы отвечал начальник участка литейного цеха Волков Сергей Николаевич. Спасибо вам большое. До встречи. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!